Субтитры сделал DimaTorzok Да, книгу тут видна Да? Смотри Да, наоборот Да Аранжа Аранжа Да, бля Что делаешь? Ни слышно, блин, ни за квартиру ничем заплатил. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 ... 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 В начале 1912 года Александр Первый еще и нагло, будучи уверен, что Австрия поддержит ультиматум Наполеона, что он вообще приграничный гарнизон, который ближе к Франции, эвакуировал. Человек, который проиграл все компании, он еще ставит условия. Ну и как можно понять, что точка зрения школьника Вадима, оно концентрировалось на следующих постулатах, что Кутуз бездарный полководит, и Россия виновата в 1812 году, а войну эту развязал все зовут император Александр Первый. В войне 1912 года виноват русский император Александр Первый, в том, что он развязал этот конкурс, он локомотив был этого подвига. Учитель истории в этом далеком, в Байкальском селе Рудни, трелся на город, на графе господина Фанасенко учился, у него мальчика назвали, рукашка, или кто-то в этом роде, в этот дальше конфликт, вот так, в общем, в кабинете директора. И, честно говоря, я не пытаюсь и не хочу никого ни обелять, ни обвинять. Каждый, кто учился в школе, наверняка когда-нибудь сталкивался с таким непониманием себя учителем или учителем тебя. Это естественная совершенно вещь. К слову сказать, как говорят свидетели, учитель, мальчиком извинился, но это тоже не суть важная. Важно другой. Оскорбленный, обиженный мальчик написал письмо своему кумиру, господину Фанасенкову. И вот в своем видеоблоге, который называется «Канал здорового смысла», господин Фанасенков высказал свою точку зрения. Евгений или его помощники, здравствуйте, меня зовут Вадим. Недавно я вступил в спор с учителем истории и все по вашим методам. Браво, Евгений. Девшовка была разгромлена и, не найдя аргументов, истерически вылетела из класса. Перед этим вы очень назвали меня шавкой. То есть учитель оскорбил, по-донски оскорбил ученика, оскорбил гражданина России. А вашу фундаментальную монографию назвал чушью. Я найду юристов в том регионе, я направлю юристов и к нему, и в вашу замечательную школу. Он все проверит. В вашей школе, где так нарушают права человека, а не нарушается ли там закон? Что у вас с антисанитарии, санитарии, как у вас кормят, все ли у вас чисто, нет ли пропечки, на ремонт, использование на ремонт или на что-то другое, не пилите ли вы просто государственный бюджет, все ли у вас соответствует, как у вас пенсионные нормы, что у вас пенсионные нормы, и все. И все. И все. И все. И все. И все. А это высказывание господина Панасенкова в адрес учителей этой далекой забарикальской школы. А вот этого учителяшки и этой директрисы, директора, он все там, то есть директора, она или оно. И вот посмотрите на эту рожу директрисы и на несчастного мальчика. Сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели на то же, похоже на какого-то совершенно спитого типа, посмотрите, на рожу так называемого учителя истории. Вот этот тип издевается над четырнадцатилетним ребенком, вот этот тип завидует страшно. Конечно, когда мы видим вот этот учитель, я понимаю, почему он в месяц от упоминаниями. Это очень бесстеркная реакция этого лузера, этого брачника, этого обладателя, или подобное действие, как у него неказистой внешности. Конечно, вот это все ему очень тяжело наблюдать. И вот, когда вся эта ситуация достигла определенного градуса, то глава муниципального Кыринского района Любовь Сокияева записала вот такое обращение. Задача учителя в том и состоит, чтобы научить детей отделять зерна от плевел. С этой ситуацией разбираются все, кто должен этим разбираться. Но только не блогеры, которые используют эту ситуацию, в том числе и ребенка, в своих целях. Сегодня каждый день учителей ждется поток на учебу, в своих целях. Поэтому, уважаемый Никита Сергеевич, программа «Без собой». Я прошу вас, защитите наше деятельность, наше учительство, на предстоящее общество. Я хочу сказать, что каждый человек имеет право на свою точку зрения. Учитель проявился, когда ученик имеет свою точку зрения, свое мнение. Когда он читает не только учебник, но еще читает какие-то дополнительные материалы. Это прекрасно. Но, с другой стороны, у учителя тоже есть своя программа. При том, что в этом случае встречается тема воспитания патриотизма к своему отечеству, к своему отечеству, к своему отечеству. Возможность отчетливаться с возданным, к своему отечеству, к повышению к своей стране, к уважению к своим предкам. И это не должно приводить к университетным, к своему отечеству. Включился в борьбу за этого мальчика. Он борется за стрелковую стройку, хочет защитить мальчика. В селе, которое мы даже не можем найти, ни со спутника нормальные фотографии, я просил помощников, ничего. Вот там находится ребенок, у которого 14 лет, у него уже там моя монография. Если кусок мяса позволяет себе, будучи нулем интеллектуальным, да и вообще позволяет кричать, унижать, оскорблять слабого, тем более ребенка, тем более за правду, оскорблять за правду, вот этого я не позволю. Я создаю фундаментальные труды, спектакли, каналы, образы, стихи, рассказы, я создаю рабочие места. Это все я один, помимо, так сказать, вокальных студий и так далее, и так далее. А вот есть те, кто как просто клопы в банке или в диване, как говорил Юрий Петрович Любимов, как клопы в диване, засели на бюджете, на бюджете, не изображают себя большими патриотами, ничего не создавая, и только гадят. Значит, вот этот Вадим, если он почувствует давление и зависть уже не со стороны этих двух увольных, а со стороны замечательных одноклассников, их родителей и других жителей, я не сомневаюсь, потому что очень красиво все. Вот если он это почувствует, то, конечно, я буду в него ждемовестить, и здесь порядок, это пункт А. Я не считаю, что у меня достаточно ресурс обозначен, я могу его вообще забрать, поселить хоть в Петербурге, во дворце Несвитово, по той сцене, которую я вставляю произведению искусства 17-18 лет. Место есть, возможности есть, еще и трансляции сделаем оттуда, вместе с ним буду читать мою монографию. Что происходит дальше? А дальше этот мальчик начинает действовать о рекомендациях, что у меня доходили в Петербурге. Посмотрите. Фотографии, там этот мальчик, да, скинул, взрослые места вот такие заснял, и технический состав, там, где уборка идет, и вот этот уголь, ну, потому что нам его некуда поместить, это же деревня, он не огораживается. И он до сих пор стоит на своем мнении, что он перед нами, я сказал, я то-то, то-то, вот, и всегда у него вот эта конституция, которая перед нами. Каждый день заходил на дни по три-по-четыре раза, может, в кабинет зайти, трясти, я вот к вам, то-то, то-то. Я дала конкретный вопрос. Почему не обратились в комитет образования? Почему, раз, ну, я понимаю, учитель, конфликт, директор школы, ну, не помог, а в следующей инстанции комитет образования. Сначала мама мне ответила. Денег не хотела до Кыринга ехать в город, но столько, что хотела, чтобы проехать. Я говорю, так же есть сайт, так же есть телефон, на что мальчик пренебрежительный, у него во всех действиях было пренебрежение к Кыринскому району, к любому школе. Он мне сказал, ну, вы бы заняли этот конфликт, а вот московскому человеку я позвонила, он это все не оставит. Он начинает третировать учителей, следить за ними, записывает вот такое публичное видео. Уважаемый Евгений Николаевич, я боюсь, что меня начнут избивать. Меня уже практически выгнали из школы и шантажируют тем, что я не могу в этом плане. Так же, перед этим они меня оскорбили и унизили. И теперь, как я все делаю, я не знаю, что мне с этим нужно делать. Я всего лишь прочитал несколько научных книг, которые я не знаю, что я не знаю. Ну, посмотрите. Вообще, что все здесь так? Этот мальчик начинает вести открытую войну против собственной школы. Это не потому, что там есть глобальный несправедительство, а потому, что он становится оружием в руках господина Панасенко. Он становится герой, он становится большим за правду. За чью правду? За правду господина Панасенко. А вы теперь послушайте, что этот человек говорит вообще про учителей? Чему он учит свои 650 тысяч? Вот, послушайте. Советы школьникам и студентам. Вас окружают, как правило, учительам и преподавателям, кто отполнил зерны. Ну, кто такой-то не сложил жизнь, он не мог устроиться в жизни. И они вновь могут мучиться и мучить вас. Самоутверждаться за счет вас. Отыграться на них обязательно надо, потому что зло, то есть убожество, глупость, и те, кто у вас отнимают время, отнимают нервы, должно быть наказано. А по-моему, просто, Алексей, этот ученый господин, он бы поехал бы в какую-нибудь сельскую, забайкальскую школу преподавать историю? Да, даже сердце можно награть. Только это. Поехал бы он на ту зарплату, которую получает учител на селе? Ну, вообще ничего. У нас в среднем учителях получают 24. У меня есть класса, нет, да, в моем квитке. Я его хотела принести. У меня доплата за минималки 2136. Молодой специалист, который тоже доплата за минималки, потому что учителям так, что они не в дом рода. А вы посмотрите небольшой сюжет из рекламного ролика «Альфа-банка», куда господин Панасенков приглашен в качестве внештатного консультанта этого банка по эстетике. Как я делаю эту историю? Моя книга – это банк самых важных данных об истории. Самые достойные клиенты «Альфа-банка» – вот. Постыдно маленькое слово «Альфа-банка» – я выше этого. Надо иметь мудрость, хитрость змеи, но при этом, конечно, нести свет, правду и быть очень принципиальным. Главное и самое главное нам оставаться, понимаете, внутри законодательного коля и быть патриотами. Я считаю, что любовь к родине, она как бы, так сказать, ну вот, ну понимаете, одухотворяет, она даёт силы, она даёт, так сказать, какой-то нравственный ориентир, она даёт мотивацию. Для удобства карточка, когда я добываю карточкой. Но мне приятно вот такое просто ощущение. Даже не то, что использовать, я использую карточку. Можно бежать. А ну, в сундуках.